ассалам алейкум джигатермен кэздар калайсин дар бул каштанов минэн каштанов реакшн канала макош кельди низдер и сегодня у нас будет реакция на видео под названием саратов казахи обзор как живут казахи в россии хорошо живут в конце прям восклицательный знак типа утверждение утверждение ну вот ребят давайте вместе посмотрим это видео я думаю это видео будет интересно в большей степени вам ну и конечно же мне прям тоже безусловно потому что я делал реакции не помню уже название этих видео и таких видео было немало где говорили что там немец рассказывал вот я думаю кто видел это видео он поймет о чем идет речь то что ему якобы кто-то рассказывал то что там ну семья переехала в россию они не бухают начали детей бить мужика тоже да там что-то там толпой побили и дом в итоге сожгли вот напишите в комментариях кто помнит такую историю вот давайте посмотрим вот это видео да конечно же наверное это не означает что вот это видео стопроцентной правды и по-другому быть не может ну всякие моменты случаются как говорится да но вот здесь вот саратов это прям такая провинция провинция и можно да если сказать ну типа в столицах там как бы в принципе все нормально все чинно благородно там москва питер а это саратов это прям вот такая вот центральная россия прям провинция как говорится вот и посмотрим как там живут люди на это же конечно не деревня но плюс-минус как бы где-то отдаленно как-то можно это сравнить опять же если ставить в пример москву и питер только и только в этом случае саратов конечно деревня по сравнению с москвой питером только в этом случае ребят чтобы сразу тут без обид вдруг кто меня из саратов будет смотреть сам в набережных челнах живу плюс-минус такая же деревня так что здесь как бы мы на равных с вами все ребята приступаем к просмотру прежде чем мы приступим к прохмет за то что подписывайтесь на канал кто еще не подписался ребята вот прямо сейчас проходите чуть чуть ниже там кнопка есть подписаться рядом можно сразу лайк автоматом поставить за это буду отдельно признателен и благодарен всеми каждому и еще если у вас есть желание помочь каналу и вы не знаете как это сделать все очень просто достаточно под этим видео опять же прожать лайк написать комментарий и если у вас есть свободное время хотя бы немножечко также по соседним видео пробежаться тоже поставить лайк написать какой-нибудь комментарий что-то типа комментарий в поддержку автора канала тем самым вы окажете просто невероятную помощь каналу в развитии мы будем уже семимильными шагами приближаться в заветной цифре в 100 тысяч подписчиков хода ребята вы первый раз слышите что какие-то такие цели есть но они как бы ну априори всегда есть просто это первый раз озвучил нас уже более 60 тысяч принципе больше полпути мы прошли осталось соточка 40 40 до соточки так ну все ребята долго разговариваем приступаем к просмотру погнали кеттык добрый день хочу снять вам видео о том как живут казахи в россии это пригородный поселок деревне хороший дом ворота забор дом сам по себе во дворе здесь вот лена сажала на цветочки сейчас осень ноябрь 16 и заходим полисадник конечно уже все это не лето летом было бы конечно красивее это вот многолетний какой-то куст а нет есть там ворота подняли для хозяйства наверно в дворе все нехороший день солнечный кстати для ноября до очень хороший день так это машина стоит здесь вот летом обедали чай пили я там вижу здесь баня вчера мы купались в бане давайте баню посмотрим хотелось бы еще чтобы непосредственно с хозяевом поговорили как они чё они как себя чувствуют в россии а здесь предванник здесь отдыхать владели здесь рыбка висит уже готовы так это баня а вот включаем заходим баню вот он легким паром банка все пахнет деревом вот такая вот маленькая семейная семья маленькая двое детей у них два мальчика вот такая маленькая семейная банка нормальная банка ну так как это дом свет выключу конечно же здесь летом что-то готовится все здесь вот с лета уже все занесли видать как это в частном доме всегда же что-то не доделано что-то это потому что всегда времени хватает да но это понятно держит это все равно город городские жители работа точно так же как и мы с утра до вечера будут и вот вечером так а мы сейчас видим огород вот такая вот тропинка у них здесь что-то вот надо было мне здесь или эльдарку взять или кого-нибудь проводники и показать вам что к чему ну давайте сами я так понимаю что здесь сборник для воды воду собирают чтоб потом теплой поливать там дальше наверное скорее всего мадам это душ что ли у них там сваречник стоит и вот там соседи как в деревне так это что такое это клубничка здесь растет дерево яблонька наверное где-нибудь там малинник вон что здесь блин ребят я конечно понимаю вы немножко не то хотели увидеть и я тоже я думал здесь будет что-то наподобие интервью да хотя бы уже ну у хозяев спросить как они что как себя чувствуют вообще но где здесь вот эти гуси мы смотрим клубничку ну как то как они называются муларды это что гибриды этих утка гуси да на улице они сейчас не видно их да а а чё я вот смотрю там за этим вот камыш растет что там болото болото там да нет нет пошли да пошли посмотрим домашние куры только куры утки и гуси держите да ага собачку как зовут пиратик как пиратик вот пиратик ты пиратик а это самодель видать и есть да а вот это кто такие это гуси а вот это муларды ну такой хозяйственный да видать мужчина это и утки гуси да а гуси всех уже поэт самоваль или нет еще а вон там вон там гуси гуси ушли гулять короче да а я думала вот здесь болотце какое-то здесь нет а а постоянно вода видать а а а это соседи смотрю вон сено да они держат что-то видать да да они раньше водатки бежали все на продажу с пастой а русская семья да а я думала это здесь улица здесь уже зады получается ладно там параллель пошла а вот так параллель пошла а а а а ну да ну да они на воле гуляют считай они на зиму они перезимуют они их надо резать да а вообще говорят же вот в ноябре или когда они жир самый собирают а в декабрю да а вот этот холод начинается да такой гусиный сагым да пеньки это под перьями правильно сказал ребят заготовка мяса да на зиму что-то перебирают как раз в декабре да а куры домашние не инкубаторские да сами парни садимся а есть у вас не продали это клушки уже вывели да 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 они классные делали и продали взор сделали вроде бы и деревня не те вопросы задает буквально 10 минут это уже в городе женщина не те вопросы ребят вот пора сделала я вам вот так живут казахи в россии вольготно просто все хорошо у них все мы недовольны здесь вообще хорошо хочется конечно здесь летом быть но летом как на зло время не бывает приехать ну ребят я думаю что оно так и есть да вот как она сказала хорошо вольготно но если ты нормальный человек адекватный если у тебя как говорится есть голова на плечах и ты нацелен на то чтобы твоя семья жила в каком-то там достатке да что-то для этого делать что все у тебя получится неважно где ты живешь и вот эти все истории про то что дома сжигают я не знаю может быть это было в каких-то отдельных случаев каких-то там 90-х годах когда в принципе беспредел везде вообще по повсюду творился может быть как-то с этим связано сейчас все-таки более-менее как-то все стабильно и вот такого откровенно откровенного беззакония нету вот такого есть со стороны государства ну вы понимаете про что я да а вот так чтобы со стороны обычных жителей которые вокруг тебя жил нету такого так что ребята ну конечно да хотелось бы чтобы непосредственно один нам все это рассказал и как какие трудности у него были да с переездом как сейчас может быть что-то возникает или наоборот все идет как по маслу но мы этого не увидели а так как я смотрю все видео первый раз и делаю реакцию поэтому как бы ну вот я сейчас смотрел и немножечко тоже так вместе с вами группу взгрустнулась мне как говорится до того что блин ожидаешь чего-нибудь такого интересного сейчас расскажут а здесь так как бы на клубничка растет и черные гуси до которые в декабре когда они жирок наберут будут из них делать гусиный сагым блин надеюсь я правильно это снова слово применяю все ребята так что все таки я думаю что в целом в большинстве своем казахи в россии конечно же живут нормально спокойно их никто не притесняет и если нормальный человек еще расскажу вообще тут еще тебя будут кто-то притеснять хорош ребят хорош хорош ладно ребята спасибо что досмотрели это видео до этого момента пишите в комментариях ваше мнение ставьте лайки не забывайте подписываться на канал то еще не подписался всем удачи пока